Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Потому как эти горы, это место, оно очень стратегическое, важное, духовное, важное. Я верю, что духовное пробуждение, которое здесь Господь хочет излить, боговедением наполнить народы Кавказа, оно пойдет и в другие регионы, другие страны мира, по всему лицу земли. Слава Богу! И вода здесь на самом деле целебная и полезная и очень хорошая. И даже, как говорят, Кока-Кола здесь особый вкус имеет, потому что все зависит именно от воды, а вода здесь замечательная. Природа замечательная, правда сейчас вы не увидите хорошей природы, потому что сегодня такой туман, и мы высоко в горах, ну не высоко, но мы на высоте, мы в горах. И поэтому здесь особенно влажно, и даже, скажу так, туман, и даже вот звук такой распространяется как-то необычно, не как внизу, не как во время, когда ясно. Но я думаю, что мы еще снимем программу в ясную погоду, когда именно будет хорошо видно все. Но пусть Кавказ славится не только хорошей кухней, не только гостеприимством, хлебосорством таким, не только красивой природой, но пусть Кавказ славится именем Иисуса Христа. Пусть вера Христова, она распространяется, это как благоухание написано. И пусть на горах Кавказа будет благоухание духовное Господу нашему Иисусу Христу. Дорогие друзья, и вот я хочу еще показать, здесь правда очень будет слабо видно сейчас, но здесь есть крест. Этот крест сделан из виде лозы, из двух вот таких палочек лозы. И лоза, это один из символов Грузии, потому что здесь выращивают прекрасный виноград, грузинские вины, они славятся тоже по всему миру. И, кстати, даже на причастие нашей церкви мы часто берем именно грузинские вина для хлебопреломления в Киеве, по крайней мере. И, знаете, пусть вот этот символ, который по преданию святая Нина сделала, принесла как раз святая Нина просветительница, равнопостольная девушка, женщина, ставшая как апостол Грузии, апостол Кавказа, скажу так же, даже так, разных народов кавказских. И пусть этот символ, он будет символом также и сегодняшнего пробуждения, потому что Господь Иисус Христос, Он есть на самом деле лоза. Он есть лоза, а мы веточки на этой лозе. И пусть множество душ, разных, миллионы и миллионы душ к этой лозе великой привьются, потому что Господь может привить всех нас, и многих людей, и здесь, в Грузии, и в других странах Кавказа, пусть Господь, Он привьет к этой великой лозе, и тогда будет плод. Потому как не, знаете ли, не какие-то политические партии принесут нам освобождение, свобода по-настоящему, она приходит только лишь от Господа Иисуса Христа. И пусть Господь, Он даст свободу. Кстати, в гимне Грузии поется «Свобода». И это святое слово не только для грузин, но это святое слово для, наверное, любого человека по всей земле. Недаром в любой цивилизации, в любой культуре человеческой, начиная от незапамятных времен, именно наказание для человека всегда было лишение свободы его, ограничение свободы. И это тягостно. Даже для людей, которые выросли в неволе, выросли в рабстве, все равно это тягость. Но тем более для людей, которые жили свободными, а потом попали в рабство. И в Писании говорится «Не подвергайтесь игу рабства». И Спаситель наш Иисус Христос, Он дает нам настоящую свободу. Которую не силою оружия мы можем приобрести. Евреи, многие во времена Ишуа, во времена Иисуса Христа, они также мыслили обрести свободу через кровопролитие, поднимая в витяжи восстания. Но мы знаем, к чему это привело. К чему привели восстания Бар-Кохбы, Иудейская война прежде. К чему привели сражения без Бога, без благоставения Всевышнего Бога. Они привели лишь к поражениям, к проклятиям. Но когда мы обращаемся к нашему Богу, когда мы свободу обретаем в Иисусе Христе, то мы по-настоящему свободны. И пусть Господь благоставит вас, дорогие друзья, братья и сестры, дорогие телезрители. Я архиепископ Сергей Жувлев, здесь в Тбилиси, в Грузии. С любовью во Христе Иисусе благоставляю вас. Пусть Бог благоставит и сохранит вас во имя Иисуса Христа, Сына Своего. Здесь описание истории Грузии. И вот сама история Грузии. Внизу евангельские повествования, библейские сюжеты. Как основание истории. Фундамент, да. Надо напуститься, рейцы, рейцы и всяческие моменты. Сегодня правда туман, и поэтому плохо видно. Но здесь царица Тамара перед нами. Да, это как устал ты, истории Грузии. Основание Библии. Да, основание Библии. Дай Бог, чтобы основанием было Евангелие, Библия. И современной Грузии тоже. Чтобы люди помнили, да, какое основание. Зурам Цертек, да? Да. Замечательно. Поработал мастер хорошо. Да, и хотя все в тумане таком, но... Очень красиво. Очень красиво, да. В тумане даже по-своему... Мистически. Мистически так, не так, таинственно так вот. Да, таинственно. Тем более, такое большое сооружение, огромное просто. Посмотрите, вот здесь. Как в пирамидах. Да, да, вот как вот в каких-то древних времен там, да. Сооружение. Цари. Ихимена известны. Все 13 отцов известны. Они как бы утвердили православную диафизическую веру. И у нас есть место, где по их именам есть название местности. Даже села называются. И храмы тоже построены на их имена. Че угумели и так далее. Ихимена. Да, сегодня хотя туман, конечно, и не так хорошо видно все это, весь комплекс. Крест из лозы здесь виден, да. Да, из лозы, да. Можно там... В Грузии лоза это святое. Да. Это один из символов Грузии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok